Давайте честно. Три минуты она будет швырять тарелки. Мужчина, закройте уши. Белый шум. Чик. Да. Инфантилизм полный. Прямо здесь и сейчас. А потом? Что-то пошло не так. Вика, тебе вопрос. Когда ты в последний раз говорила, я сама. Ты думала попросить помощи, но в последний момент такая, да, ладно, сама сделаю. Я, если честно, не могу тебе так вспомнить конкретный случай, но обычно это бывает, знаешь, когда прибегаешь домой после работы, и ты понимаешь, что у тебя ещё дома целая куча каких-то домашних дел, и при этом ты видишь, допустим, твой мужчина, который сидит, он тоже пришёл с работы, он точно так же устал, как и ты. Он сидит и играет в компьютерные игры, его, в принципе, можно было бы оторвать, потому что это не жизневажное действие какое-то, и можно было бы его попросить. Но очень часто после этого пробегает мысль, что если я сейчас скажу, слушай, помоги мне, пожалуйста, он ответит что-то вроде, да, слушай, я сейчас это досмотрю и приду тебе помогать. После этого приходит вот эта идея, да ладно, я сама всё сделаю, потому что пока я дождусь, что он закончит своё действие, пока он там соберётся, встанет, придёт, спросит, что надо делать, ему нужно будет объяснить, что я должна сейчас делать и что он должен делать. Уже кажется, что проще всё сделать самой и сказать, слушай, ладно, бог с тобой, сиди, смотри, играй. А он и сидит, ему хорошо, а он и будет сидеть. А больше того, если он тебе предложит, ты тоже скажешь, не надо, да не надо, да не надо. А ещё, знаешь, какая ошибка женщин очень часто бывает, что мы не просим этой помощи, мы делаем всё сами молча, мы злимся, вот правильно ты сказал, мы придём с работы, грязная посуда, например, да, он сидит там, смотрит, ну, не знаю, футбол он сидит, смотрит. И мы не просим помощи, мы начинаем вот этот вот шварк-тарелку, знаешь, вот это вот принципиально шварк, чтобы погромче, но мы не попросим, а я уверена, что если попросишь, он не откажет. Но мы же не просим, почему-то нам надо сделать это самой, я сама, и демонстративно это же надо сделать. Мне кажется, нам нужно, чтобы это было прямо здесь и сейчас. Всё, броси, сделай, вот это моё, да. Объясни, почему? Это наша женская какая-то тема, я не знаю, может быть, это, вы знаешь, у каждого как-то женщина же с Венеры, там, мужчина с каких-то других планет неизведанных, вот, и я не знаю, почему нам так. Откуда-то оттуда, там, в пустыне где-то, вот, верблюдо. И, слушай, ну да, на самом деле, это наша ошибка, это огромная ошибка, над этим надо работать, над этими отношениями, годами люди работают, не всем дано, мне не дано до сих пор, я там из пяти случаев. Один раз мне удается это сделать, ну, как бы, а так нет, ну, как бы не сделать, то есть понять, что если я попросила, говорю, слушай, подойди, помоги мне, ну, не знаю, там, что-то, не знаю, там, курицу, там, почистить, да, порезать. Бельё вытащить и стирать. Да, я хочу, чтобы он это сделал в этом время. Сейчас. И начинаю что? Я жду пять минут, ну, для меня это очень много, и я начинаю опять вытаскивать это бельё, опять это делать демонстративно, с обидой, потом я, значит, ещё припомню посуду, которую он два года назад не помыл, и всё это превращается в скандал, в обиду какую-то. А надо было просто подождать, потому что, когда в итоге мы ругаем, ну, как бы я начинаю ругаться, да, и мы начинаем выяснять эти отношения, мне так и говорит потом, говорит, послушай, говорит, ну, почему ты решила, что я вот, я же уже чем-то был занят, ну, пусть для меня это не важно. Он говорит, ну, я же не сказал, нет, я сказал, я сделаю. Да, но чуть-чуть подожди, а вот нам надо вот что-то помнить. Ну, потому что мы же решили убраться, вот я пришла, я же сейчас затеяла уборку в субботу утром, и всё. А у меня как будто бы приходишь, и у тебя там серия каких-то заданий, вот сейчас у нас посуда, потом у нас стирка, потом гладим, потом логи. У нас есть какой-то план, и вот как будто бы, если мы просим помощи, и мужчина говорит, да, хорошо, но подожди, у меня как будто бы рушится весь мой план, и я такая, в смысле, подожди, у меня сейчас там все по графику. У меня все время хаотичные какие-то движения, поэтому мне тут немножко проще. Я просто, видимо, сама по себе такой, да, там, в спуске какие-то. Надо помыть вас туда. Пелье, носки, собаки корень. А все равно непонятно, почему мы не можем подождать. Ну вот не сложно же подождать один час буквально. Мудрые женщины могут, видимо, ждать. А мы, наверное, еще не доросли, мне кажется. Нет, сколько, просто для статистики, сколько ты сейчас в отношениях? Ой, это такой, сейчас буду я подсчитывать, подожди, я позорюсь, я окончательно, ну вот так, хорошо, 18, ну лет 20, наверное, 20, мы точно живем вместе. Я вижу проблему. Я вижу проблему. У меня только первый пошел. Нет, мне кажется, что некоторые вещи должны быть просто, знаешь, стабильными в отношениях. Он стабильный. И это вот это, да, как раз таки здесь и сейчас. Ну вот мне прям хочется, чтобы, знаешь, он такой играет катку, просто кидает ее на половине, хватает веник и начинает такой, знаешь, чук-чук-чук. А с другой стороны, давай подумаем по-другому. Если, ну, к примеру, вывернем наоборот ситуацию. Ну, бывает же такая ситуация, что он пришел с работы, а ты смотришь, не знаю, там, сериал какой-то. Да. И вдруг он, ну, вдруг, он начинает вкручивать лампочку. Редко такое бывает, согласитесь, почти никогда. Какой единорог. Ну, вдруг, да. Фантастик. И вдруг он там, вот что-то у него там упала какая-то отвертка, и он там... Ну, хотя я, нет, я встану и пойду. Раз вы, Елена, на этом... На этом... Можно заканчивать. Девчонка, всем спасибо. Да, все, хотелось, хотелось оправдать, что не получается, честно. Мужчина, я старалась. Все, защитников, адвокатов нет. Нет, да. Почему мы вообще не доверяем какой-либо таск, задание? Почему нам кажется, что вот они не сделают еще... То есть мало того, что по времени, но и по качеству. Мы же частенько такие, вот он так хорошо, как я, точно не сделает. Ты мне еще думал, лучше я уберу это сама, потому что если уберет он, то мне придется потом убирать все заново. Абсолютно. Это типичная история, например, кухня, когда даже мужчина готовит, ну, а они прекрасно готовят, на самом деле, даже спритворяют. Очень сексуально. Ну, это как пойдет иногда. Не надо, я пытаюсь мотивировать мужскую половину аудитории, которая нас... Очень сексуально готовить. Так вот, когда после вот этого сексуального всего приготовления начинают мыть кухню, у нас начинает что? Дергаться глаз, потому что это же вообще не так, как нам надо. Нам же, он же плохо помыл столик, он же вообще ее не помыл, он ее протер салфеткой, правильно. А там еще раковина, там вот это все надо... Ну, в общем, он убирает, как мужчина. Он убрал вот, ну, поверхности, он поставил в грязной тарелке. Что ты там протер? А нам же нужно там, чтобы потом можно было, я не знаю, там, что-то с ним делать, там, не знаю, там, перчаткой, как Лена летучая, понимаешь? И мы начинаем, вот правильно сказала, я сама, не надо, я сама. Так вот не надо зарубать эту инициативу мужчине, пусть он сделает. А потом тихонечко пойдешь и перемоешь, тихонечко перемоешь, ну, там, домоешь, но не так, чтобы он видел, что он сделал что-то не так. Потому что если ты два раза так сделаешь, на третий он не предложит. Ну, это правда, это так и есть. Поэтому вот это наша главная ошибка, она и моя ошибка. Мы все так, как бы, эти ошибки делаем постоянно. Я вот сейчас вступаю к адвокатам, я уже веке рассказывала эту историю, повторю еще раз. Так, ты сейчас начнете, начнете, давай мы сразу определимся. Слушайте, мы их будем дальше гнобить, поэтому сейчас можно чуть-чуть их защитить. Ну, ладно, будет, будет. Я в отношении к своим парням, и у него диагностировано, прям вот у доктора, как называется вот эта болезнь, когда ты все время хочешь все убирать. Апсисимное расстройство. Апсисимное расстройство. То есть, да, если у него... Если я скажу чистоплю, я обижу кого-то? Нет. В народе это чистоплю. И поэтому я ему доверяю кухню по той причине, что у меня другой диагност. У меня диагностированы руки из жопы, как у моей мамы. Ну, нормально, у вас пара, вы друг другу дополняете, что у вас не страдает. И мы дополняем. И, в принципе, он убирается намного лучше, чем я, поэтому, на самом деле, я вот именно кухню отдаю. Ну, потому что у меня в обратной истории. Когда я начинаю убираться, он демонстративно начинает потом со мной вытянуть. Что делать, если у обоих руки? А это самый идеальный вариант. Я читала отличную статью по этому поводу, где психолог говорил, что как раз вот это вот самое идеальное. То есть, ну, грубо говоря, хрюши должны жить с хрюшами, да, потому что тогда у них нет никакого... Хрюстен, а он... Вот, да, и тогда они друг друга не клюют. То есть вот им нравится, они пришли, ну, там тарелочки грязные лежат, и лежат. У нас там завтра, там, что-то там где-то носочки там, они там уже мхом поросли, ну, и бог с ними. Вот, и тогда оба, ну, в равновесии. А когда, например, вот чистоплюй живет с хрюшей, начинаются постоянные вот эти вот, как баталии, потому что они друг друга клюют. Этот не понимает, почему он должен все время что-то мыть, у него так нормально. А, ну, чистоплюй не может жить для него. Это прям вот важно, жизненно важно, необходимо. Так, спасайте меня. Кто в моей лиге? Кто тоже хрю? Я хрю. Все хрю. Наверное. Ну, у нас с мужем, на самом деле, мне кажется, это такой тандем, потому что я хрю, но поменьше, а он, то есть я хрю, который такой, как это, осознанный, да, я пытаюсь, я все, я не сдаюсь, я читаю умные статьи, да, я пытаюсь, я читаю иногда, как там привести кухню осознанно в порядок, да, и вот там какие-нибудь, там, помойте один шкаф, помойте другой, на четвертый день меня это все вот тут, вот, думаю, в черту, вот, но я стараюсь, то есть я не сдаюсь, а он сдался, и он нормально, поэтому... Он принял, мы не осуждаем. Нет, мы никого не осуждаем, я завидую, я правда завидую, потому что я реально завидую, когда я понимаю, что его это не парит, я понимаю, что парит, а он мне так и говорит, послушай, это парит только тебя, и он прав, это парит только меня, да, он говорит, что, тебе мешало это? Ну нет, не мешало, мне это бесило, это разные вещи, мешать и бесить, понимаешь, а оно лежит, но бесит, не мешает, могу обойти, никому не мешает, там, гости завтра не придут, но бесит же страшно, понимаешь, там, какие-то, не знаю, носки там где-то, ну, не знаю, что там, что еще можно, да, неважно, кружку вот грязную поставил, бесит она меня, ну, вот он говорит, тебя бесит и убери. Говорит, меня не бесит. Я поэтому беру тогда, когда он посчитает нужным. Но я же сама, я беру и убираю, а потом ору, а ты мне не помогаешь. Это замкнутый круг. Это получается, окей, у нас, наверное, исключение, но вообще в общей тенденции получается, что мужчины... Хватаешься, да? Да. Да. Это поэтому наш позвонок. Понятно. Не, ну подождите, мы еще... Не, сейчас я тоже буду хвалить тогда что-нибудь. Подожди. Хорошо. Но в принципе, в общем и в целом, получается история, что мужчины, они как помощники. Кому? Нам сверху даны или что? Нет, нет, нет. Понятно того, что... Я не знаю, Вика, помоги мне в этом плане, что они не сами думают, да? А, они инициаторы. Да. Понятно. Как будто бы, да, со временем мужчина превращается... А, битуеты, это называется. Да, превращается из мужчины в такого помощника по дому. И как будто бы мы отчасти сами их такими делаем в каком-то смысле, когда говорим, что вот ты должен здесь убрать свои тарелки, здесь ты должен сложить свои носки, здесь ты должен заправить кровать, и потом дальше очень часто мужчина не выходит за рамки каких-то отведённых ему обязанностей, потому что, например, если бы он даже хотел помыть кухню, он не идёт мыть кухню, потому что мы бежим за ним сзади и кричим «Не надо мыть кухню, не надо?» Правильно, я сама, да. И в итоге мужчины превращаются в таких, не знаю, помощников по дому, у которых очень ограничен круг их каких-то обязанностей или ответственностей, которые они мотивированы делать реально или... Но мы их сами сделали такими, получается. А почему? Вот вопрос, почему? То есть каждая женщина должна себе задать вопрос, какого мужчину она хочет рядом. То есть она же изначально получает вообще конструктор какого-то в лего. Ну давай, честно. А в любом возрасте ты считаешь, что они всегда конструктор? Ну, годом к 50, наверное, он уже собран с некоторыми детальками. Нет, ну это если шутка, конечно, нет. На самом деле, то есть мы все встречаемся там, ну допустим, давайте брать условно модель молодых людей, молодые люди. Мы не будем сейчас обсуждать взрослых людей, которых уже не перевоспитаешь. Он уже из каких-то семей ушёл со своими уже там навыками, да. А тут вот мы рассмотрим модель двух молодых людей. Они привыкли, как мама приучила, да, то есть как в семье было. Мы же не знаем, как там было. Может быть, там мама тоже завязывала шнурочки, потому что так быстрее было. Она не хочет ждать. Она говорит, да, я сама. Там что-то там он там пытался, мам, да, я помогу тарелочку, да, я сама. Поэтому, ну, например. Не все так, например. И потом этот мужчина попадает в семью. И тут мы такие спасательницы, понимаешь? Да ты не переживай, я сама. Я сама. То есть мама, а потом ещё и ты. Мы ему, да, мы ему не даём даже простора для творчества, а надо давать. И более того, чем, давайте честно, если кто-то что-то сделает за вас, вы это делать тоже не будете. Поэтому мужчины не делают. Это всё логично. Не делают. Мы приходим, да, они знают прекрасно. У мужчин есть вот эта функция в этом лего. У них есть. У нас в нашем комплекте базовом нет этой функции. Они очень чётко считывают. Вот они знают. Сейчас она придёт, она сейчас погундит. Он уже знает, сколько там. Пять минут нагундёшь. Таймер пошёл. Три секунды там, не знаю, три минуты она будет швырять тарелки, а дальше она всё уберёт сама. Представляешь, какой стрессоустойчивый мужчина. Просто устраивается потом на работу, типа, знаешь, характеристики, положительные качества. Очень стрессоустойчивый. Работаю поняли. Они все очень стрессоустойчивые, потому что у них действительно... Во-первых, ну слушайте, а как они? Они прекрасно умеют отключаться, когда ты гундишь, гундишь, гундишь. А он потом... Там белый шум такой. Да, да, включаются. Это вот прекрасные вот эти вот настроечки, которых нам... Правда, я на самом деле завидую, потому что я не могу так отключаться. А мужчины могут так отключаться. У меня есть сын, я же вижу, что это не только у моего мужа такая шикарная возможность. Это прям вот, ну, с детства такое. Шитая такая опция. Да? Мы же с тобой говорили, да, по-моему, на эту тему, что вот как-то они вот переключаются, действительно. И вот ты видишь, это именно даже у своего сына, то есть это как бы биологически скорее оправдано, чем культурно. Ну да, да. То есть у мужчин... Да, у мужчин как-то это вот... У них это удивительно получается. Он просто выключается. То есть, ну, иногда, конечно, бывает, там из десяти раз включается в скандал, и тут там... Э-э-э-эй! Там цыгане, медведи, все дела. Вот. Но это редко. А как правило, да, я понимаю, что я там что-то стояла 40 минут, бухтела, бухтела, там, выговаривала какие-то там свои обиды, там, что-то... Вот это вот все, как Эмином. А он сидел, он даже не... Это делается не из неуважения. Он просто выключился. Такой просто в энергорежим. Я сказала, беный шум, чик. Как это? Где это научиться? Поэтому вот. Это как-то мы, главное, перешли в какую-то другую сторону. Не-не-не, в принципе, это все как бы про одну и ту же тему. Вот еще самое обидное из этой всей истории. То есть, мало того, что я сама, ты на себе эту всю лямку тянешь. Мне кажется, у этого даже есть более грустное последствие. Начинается вот какой-то вот... Инфантилизм полный. Инфантилизм? А у тебя одиночество. Правильно. Я только хотела сказать, не приводит ли вот это я сама нас к такому одиночеству, не физическому, а больше эмоциональному, что... И к физическому тоже, почему нет? И к тому, и к другому приводит. В каком-то смысле, да, но в первую очередь больше к эмоциональному, потому что ты вроде бы живешь с мужчиной, и он рядом с тобой тут существует, он что-то делает, живет там. Он не лидер, да, получается? Но как будто бы он не берет столько же инициативы, сколько женщина. Правильно, потому что женщина берет на себя. И чувствует себя одиноко, и как будто бы ей никто не помогает, никто не поддерживает. А женщина берет на себя сама изначально это все, сама на себя, по мелочи, по кусочку. Сначала вилку помыла, завтра она за ним там, я не знаю, ну что-то там, постель заправила, послезавтра он джинсы не отнес, ну, например, в корзину, какие еще там обычно расхожие проблемы. То есть вот это вот все. Мы потихоньку это делаем, а потом превращается все в такую глобальную, ну, в формате одной семьи, проблему и женщина. Потом, да, она оказывается, что она, я тяну, значит, всю лямку, а ты лежишь на диване. А что бы ему не лежать на диване, если ты сама, если ты сама все это свалила. И если женщина, как правило, отмотает назад, ну, начнет разговаривать, не орать, а разговаривать начнет, я уверена, что мужчина ей скажет, послушай, ты просила? Ты не просила? Тебя просили это делать? Ну, например, там, тебя просили, нет, ты поехала там куда-то и сделала это самое, елку ты приперла, например, да, и сделала ты, ну, как бы, он говорит, я что, тебя просил? Рубила. Вот, нет, опять-таки, правильно, если, ну, женщина может что сказать, я сразу знаю, она скажет, я тебя просила, три раза сказала, ты не сделал, но мы тоже, это моя ошибка, я не говорю, что там, вот, мы такие, вы такие женщины, а я другая, я тоже такая. Мы такие, это 90% женщин, это наша проблема, что я так же тоже бы сделала, но правильно, на самом деле, вот в этот момент остановиться и сказать, слушай, ну, правда, мне так важно, чтобы вот, я очень хочу, мне прям, у меня настроение сейчас, мне так важно, чтобы эта елка, давай с тобой вместе съездим, или, ну, ты на меня смотришь, я уже хочу и елку привезти, а вот мне это глаза шрека, понимаешь, я уже за елкой, все, я за елкой делаю. Это, кстати, классный трюк, мужчины, закройте уши, и очень часто можно подойти к мужчине и сказать, если ты мне поможешь, ты сделаешь меня такой счастливой, и мужчина очень часто загорается, потому что ему не столько приятно там заправить кровать или помыть посуду, ему фиолетово заправлена. Да, да, осчастливее сделать, он же герой, ему надо давать это возможность. Да, ему очень приятно свою женщину делать счастливой. Вот это не у вас. Учат психологи, учат, а мы, вот, поэтому, а сами потом правильно, а потом теперь мы что кричим, век у нас МНСП, мужчины вырождаются, где вот настоящие мужчины, да, а что мы с ними делаем, с этими мужчинами? Мы сами воспитываем сейчас этих детей, вот это поколение, да, сейчас мы мамы, все мы, что мы воспитываем, мы сами их делаем. Да, как жены, как девушки. А? Как жены, как девушки. Да, ну сначала, я говорю, мама воспитывает, я говорю, я же вижу сейчас правильно, это поколение будет еще более инфантильное, вот это вот расти, потому что мамы на сетке, ну, я тоже мама, я тоже знаю, я знаю, где я сделала ошибки, но уже не отмотать, потому что, ну, уже взрослый мальчик, и теперь у меня только надежда, что уже дальше пойдет как-то, ну, конечно в идеале, но нет, я сама не образуется, поэтому тоже придется и работать где-то, и над собой, и опять-таки над нашими отношениями, и с сыном, и вообще, то есть каждый раз надо работать над отношениями, это всегда, ну, обоюдная проблема. И да, и мамы что делают? Мамы точно так же, они же, ну, и мы, да, они тоже мамы, мы же сейчас возим детей, это вообще все, все говорят, но никто не делает, мы что делаем? Мы возим детей в школу, возим, даже будучи, живя за два дома, ну, какой-то квартал, который он может пройти пешком, 10 минут, слушайте, я была маленькая, я ходила пешком, и все ходили, это расстояние, меня никто не возил, мы ездили все лето там на какие-то, кто на гимнастике, кто тут, сейчас никто не, они все ездят на автобусах, на автобусах, на автобусах, да, сейчас, на автомобилях они ездят. В смысле, не машина? Да, ты знаешь, какая у нас была, ну, как не мечта, но это было очень показательно, на самом деле, я тогда поняла, что это другое поколение, он был маленький совсем, мы ехали на машине куда-то, и мимо приезжал трамвай, а мы на нем, ну, наверное, ну, как бы мы жили в другом районе, то есть мы даже по необходимости на трамвай почти не ездили, и он едет, он говорит, вот бы сейчас у тебя, мама, машина сломалась, и мы бы поехали на трамвай, и я понимаю, что я мечтала в его возрасте чтобы сломался трамвай, и меня забрала машина, на такси покатиться, то есть машины у родителей не было, и я там мечтала на такси покататься, а у них другое, потому что мы дали им всё, мы поколение, которое где-то было, ну, кто-то там беднее, да, кто-то там в Советском Союзе вот эти вот дефицит застал, и всё, и мы хотим им прямо не просто дать от каких-то вот этих вот материальных вещей, но ещё вот этими полностью. И любовь, и сервис, и материальное, и всё. К нам как-то приходил психолог, озвучил фразу, ну, как всю эту мысль, да, в короткую фразу, он сказал, что он говорил про ребёнка, но это в целом не про ребёнка, нужно создавать кризис, то есть трудности, поэтому мужчине, если вы хотите, чтобы мужчина был, ну, мужчиной, ему нужно дома создавать трудности, правильно ты сказала? Ему нужно быть героем, ему нужно быть спасателем. Вот тебе квест. Пойдёшь туда, здесь там это, да, здесь хлебушек лежит, тут комбаска соединишь. Вот тебе квест, едешь в лес, берёшь топор, ищешь ёлку, везёшь домой, а там подарок. Под ёлочкой. Вы выиграли супер приз, курица там жаль. Ну, примерно, да, но шутка, если шутка, то в принципе, конечно, да, и мы сами виноваты, ну, как бы большинство женщин, я просто вижу, я же вижу, что мы все такие, но потом самое страшное, ладно, что мы к этому идём, и ладно, мы не ныли тогда, ну, мы как бы сами хотели, мы же теперь все ноем, постоянно везде, теперь же, почему все эти вот ретриты, они сейчас модные, да, все учат женщину быть женщиной, снова. Опять. Не надо женщину учить женщиной быть, котики уже котики, почему котиков никто не учит быть котиками, поэтому, ну, и женщину не надо, то есть мы изначально женщины, но мы просто забыли в какой-то момент, и мы стали мужчинами, мы стали нести вот эту ответственность мужскую, знаете, вот это, мужчины, заберите свои яйца, мы сами, мы сами их на себя надели. Но ведь это то, к чему мы там десятилетиями стремились, там с первой революцией женской. МСП, вот это все, да, ну вот, пожалуйста, поэтому стремились, ешьте, вот вам ложка, да, ешьте больше. потому что когда-то была обратная ситуация, когда женщина была что-то вроде вещи у мужчины, она сидела дома, мужчина одевала, наряжала, да, и мы потратили столько сил для того, чтобы уйти от этого, и мы ушли, по-моему, настолько, что теперь надо учиться быть женщиной на каких-то вот ретритах, Я бы хотела увидеть вот эту женщину, которая первая поняла, она такая, так, я теперь работаю, я теперь убираю дом, я делаю все, она такая, воспитываю детей, воспитываю детей, она такая, блин, типа вот это была первая женщина, которая поняла вообще всю нашу большую штуку. Ну, на самом деле, я думаю, что многие понимают, многие понимают, рано или поздно, особенно женщины, которые, ну, недовольны вот этим положением, потому что есть же женщины, действительно, лидеры, есть женщины, которые вот прямо она прям там... Да, ну, почему нет, конечно. Но есть, большинство женщин, я же вижу, вокруг, они страдают, потому что, да, мужчины вот не такие, мужчины вот больше вот не помогают, мужчины больше почему-то там нам не уступают где-то там места. Ну вот, то есть это все идет по цепочке. Вот у меня теперь вот такой логический вопрос. Вот действительно, женщина может теперь зарабатывать сама. Она от мужчины больше не зависит. Все сама из этой серии. Детей она может воспитывать сама. У нас есть Ютуб, вот смотри, как мужчина забивает гвоздь, да, вот так. Ну, то есть вопрос, какова роль мужчины в современном мире сейчас? Вот, то есть, что ему... Декоративно. Ну, это из нашего диалога напросилось, это не моя мысль. Ну все, по-моему, мы разобрались. Все, спасибо. Спасибо, Денис. Сейчас мне скажут, что я муж... Нет, я мужчина. Мы очень любим мужчин. Мы очень... Вообще, на самом деле, да, что бы без вас делали? Ну, как бы, да, вообще. Вот это вот все, чтобы... Что бы это все. На самом деле, ну, сложно сказать, мне кажется, все то же самое. То есть, как бы, роль мужчины, она, по сути, не поменялась со столетиями, десятилетиями. Он добытчик. Да, ну, то есть, мужчина делает все то же самое, что он делал всегда, просто изменилась роль женщины, и поэтому нам кажется, что это так контрастно. Вот все. Ну, может быть, да. Может быть, где-то... Наверное, да. Мы просто хотим от мужчины, как-то, говорю, мы сами себе противоречим, да, мы вроде как хотим быть самостоятельнее, мы хотим... Я не хочу зависеть, я хочу работать, я устраиваюсь на пятую работу, чтобы себе позволить. Ну, как бы, опять-таки, никто меня не гнал устраиваться на пятую работу, да, то есть, я сама так решила. А потом мы хотим от мужчин, да, что-то там вот еще. То есть, мы сами на себя взваливаем вот эти вот ответственность, груз, там какое-то там, я не знаю, что-то еще решение. Мы принимаем решение. Раньше как? Ну, дорогой, ты там вот не подскажешься. А тут теперь вообще половина мужчин даже не знает о том, что какие женщины решения принимают. Ну, на нас как будто еще и общество частично давит с этим. То есть, часть общества говорит, что быть зависимым – это нехорошо. Правильно, да. И поэтому мы смотрим на эту часть общества и думаем, блин, а я зависима от моего мужчины, например. Нет, ну, тут, понимаешь, тут есть такая тонкая грань. Каждая, конечно, эта грань каждый сам определяет зависимая. Что значит зависимая? То есть, если ты пошла на работу не упахиваться, да, не содержать семью, содержать семью, я убеждена, я в этом плане старовер. Мужчина должен содержать семью. То есть, ну, иначе, если он не содержит семью, то тогда я могу ее содержать сама. Тогда вопрос – зачем тогда мне мужчина декоративно на подушке лежать? У меня, может, такса. Поэтому… У тебя их две. Две. Вот. Поэтому, да, у меня есть кому лежать на этой подушке. Поэтому мужчина должен содержать семью. Я могу работать, помогать ему, да, нести какую-то ответственность. Ну, как бы, это нормально. Ненормально, конечно, сказать, вообще, вот я тут лежу, я тут ногти накрасила, принесите мне там, пожалуйста, там, не знаю, что там, шампанского, да, и все, и я никуда… Нет, это вот как раз-таки, это, наверное, вот это вот такой паразитизм немножечко. Ну, вот я хотела сказать, ты сказала суперважную фразу, да, идем устраиваться на… Из всех всех потрясающих важных фраз ты сказала фразу «Иду устраиваться на пятую работу». Да. Небольшая предыстория, мы все собирались вместе с Леной и с Викой в кафе в пятницу вечером, втроем. И сидели между работой. После работы. И сидели друг с другом. Знаешь, там Вика прилетела с работы специально, чтобы успеть на другую работу. Да, понимаешь, и мы сидели и убеждали друг друга в том, что мы не трудоголики, да, как ты сказала, Алина, мы не трудоголики, мы… Мы жадные, да, любые деньги. Деньги, да. Я очень ленивая, но очень люблю деньги, поэтому у меня две работы. А я подумала про другое, вот исторически, почему женщины вот как-то относятся к отдыху, как будто это какое-то зло. Вот я сейчас объясню, что это не выглядело как-то странно. А я поняла, о чем ты говоришь, но ты объясни, ты объясни. Я объясню, потому что я начала задаваться этим вопросом, и вдруг я поняла, что вообще исторически так сложилось. Потому что, не знаю, до 18 века, например, у женщины… Вот смотрите, что такое отдых? Это то, что вы делаете, когда не зарабатываете деньги, да, грубо говоря. И до 18 века у женщины не было ничего, кроме свободного времени, потому что она не работала, да, то есть она сидела дома. Но из-за этого получилась как бы подмена, из-за того, что она существовала дома и как бы иллюстрировала статус мужчины, который мог позволить ее обеспечивать. У нее не было вот этого переключения «дом-работа», да? То есть она всегда дома. В одной плоскости. Она всегда отдыхает. А на самом деле она в это время что? Готовит, стирает, убирает. Ну, там зависит, конечно, от того, какого сословия была, грубо говоря, семья. Но в целом, да, у женщины были свои обязанности. Техника, она вот только недавно появилась. То есть отмотайте всего три поколения назад. Это так мало, это так мало. И вот все время вот эта мама, которая носится просто как электровеник, и у тебя автоматически мы не можем даже, мне кажется, сейчас объяснить, куда мы несемся. А у нас это, мне кажется, на подкорке осталось, что мы дома, то есть у нас нет вот этого свободного времени, мы не... А дома мы все равно работаем. Это наша зона ответственности. Да, да, да. То есть девушки там не играют там, особенно в гольф, так очень чуть-чуть, не покупают себе спорткары, не покупают себе джетки. Кстати, ты знаешь, такая интересная тема, мы ее буквально недавно поднимали в передаче, по поводу хобби. И знаешь, что мы выяснили? То есть мы выясняли хобби, какие дороже, мужские или женские. И когда я начала искать, ну, перечень, например, да, там, что психо... Женский хобби, да. Женский хобби, давайте честно, в числе первой десятки. Это какое-то выпекание хлеба, это что-то там вышивание... Нет, маникюр это не хобби, это уход за собой, это разное, да, это совсем другое. Это работа, третье. Это не входит в хобби. То есть это там какое-то вышивание, это что-то там дома, там... То есть это все, в основном, домоводство. Какое-то домашнее хозяйство, все с домашним хозяйством. Крестиком. Крестиком. Крестиком есть польза. Да. То есть она хлебушек испекла, это как бы ее... Да, это как бы ее хобби. Но он хлебушек съел, правильно? Вот. А у мужчин какое было хобби? То есть тут же вот говорю, что это вот подборки. Правильно сказала. Конный спорт, там какой-то рыбанка. Он уехал из дома на три дня, что он там делал, все мы знаем. Принес какую-то щуку, которую он купил в магазине и сказал... Ты радуешься больше всех на свете. Вот. Но просто к тому, что даже вот в этом уже разница, да? То есть только сейчас женщины начинают какие-то там хобби находить, какие-то уже более... Причем очень медленно вообще, потому что индустрия отдыха не адресована женщинам вообще. Мы дома работаем, мы приходим до... Да, поэтому женщины все время ругаются. Я прихожу домой, он сидит, а я работаю, да? Я потому что домашними делами занимаюсь, а кто тебя по большому счету просил? Ну не убирай, ты раза два, три, может, не уберешься, на четвертый, может быть, он тоже тебе поможет тогда. Поэтому, ну вот, если ты работаешь... Но мы запрограммированы таким образом. Ты знаешь, я даже заметила интересный такой за собой момент, что я не умею отдыхать, потому что если я вдруг... У меня там один выходной на неделе каждый раз, да? У меня всего один выходной. Каждый раз сюрприз. Вот. Нет, это не сюрприз, это долгожданно, но дело в том, что у меня всегда куча запланированных каких-то дел на этот выходной, потому что я на неделе не успеваю. Но если вдруг так случилось, что у меня вот нет ничего, я оказалась дома, ну, например, там муж уехал по своим делам на футбол, сын, никого нет дома, я одна. Я поняла, что я не могу почему-то себе позволить тупо сесть, включить сериальчик, налить чайку, под пледик, как вот эти вот все в картинках в Инстаграме. С винчиком. Кто эти люди, да? Нет, я понимаю, что через полчаса я начинаю себя ругать, ну, морально грызть. Да, что мне стыдно, потому что я ничего, ну, как бы, хотя бы думаю, я сама себя понимаю, думаю, блин, ну, хотя бы пошла бы, тогда походила бы, хотя бы спортом занялась бы. Вот, тогда должна быть польза. Да, должна быть польза. Что ты сидишь, думаю, блин, вот можно было в это время там пока постельное белье, там, ну, то есть я постоянно себя жру, я не могу лечь, как мужчина, я поэтому очень реально им завидую. Они действительно умеют переключаться, выключаться и отдыхать. И нам вот у них надо этому учиться, я не знаю, как. Вот этому надо учиться, а не забирать у них их мужские вот эти ответственности и обязанности. А мы почему-то не с того конца начали. Вы просто вслушаетесь в эту катастрофу, которую Лена говорит, да? У нее единственный выходной, и она думает такая, так, отдохну-ка я, убирая вещи, там, стиркой занимать. Да, да, так и есть, потому что это единственный выходной, и я понимаю, что, ну, как бы, я мозгами понимаю, что если я сейчас это не сделаю, потом опять рабочая неделя, у меня опять не будет ни времени, ни силы, ни желания. Я так хотела сказать. Да, но я говорю, ну, в принципе, ну, не будет, ну, и черт с ним по факту, я же понимаю, у меня прям вот этот диалог, у меня такая биполярочка, Лена с одной, Лена с другой. Она разговаривает. Я сама себе говорю, ну, и фиг с ними, с этим бельем. Ну, у меня что, одно постельное белье, слава богу, я заработала на три, одно грязное, одно чистое, одно может еще подождать. Но нет, вот это вот какой-то, наверное, исторический, генетический, я не знаю, как вдолблено в подкорку, что женщина дома не отдыхает. Я даже, когда мы даже с мужем лежим, даже если вдруг случается, мы лежим на диване, я, будешь кино смотреть, буду, я не смотрю просто кино, я поставлю стирку, и я уже слышу там, она постиралась, я говорю, слушай, поставь на паузу, я сбегаю. Но он-то не делает это, то есть он не потому, что он длиннее, он просто может отдыхать, он умеет отдыхать, а я не умею, и это моя проблема, потому что если я ему скажу, что ты сидишь, а он мне скажет, что я тебя что просил, я тебя не застал, да, он говорит, я тебя не заставлял, ты сама вскочила, и это правда, я сама вскочила. Но я потом иногда злюсь, когда я очень устаю, он уже знает даже вот эту мою ипостась, когда лучше спрятаться где-то в шкафу. Потому что, он так говорит, ты устала? Иди отдохни. Потому что я начинаю цепляться к каким-то мелочам. Раздражаться. Раздражаться. Вот я, да, Сирина. Сама пришёл. Чё ты встал? Чё ты сидишь? Ты мог бы там кто-то... Или встанет в проходе, а ты несёшь там посуду. Да, я начинаю цепляться. И это потому, что я устала. А усну, как бы, и опять говорю, ну, он же меня не заставлял это. Он не сказал, слушай, чё ты там сидишь, дорогая? Там посуда грязная. Но он же так не говорил. Я сама встала. Сядь, посиди. Да. Он говорит, сядь, сиди. Не можем. Сами себя загоняем. Сами с какими-то претензиями. И в итоге так получается. И потом мы сами недовольны. Мы недовольны своей жизнью. Своей мужчиной. А он, может, ну, и не так плохо. Может, просто вот надо по-другому на него взглянуть. Может, он всё сделает, если ты будешь... Во-первых, а, просить помощи. Вот, честно, это то, что меня муж научил. Он мне говорит, ну, ты не спрашивала. И мне было так трудно. Это самое трудное мне было вот этот вот пазл вот этот сложить. Потому что для меня, как для женщины, для любой, наверное, женщины, я сейчас скажу, очень очевидно, что я встала, а я начинаю убирать. Ну, что-то там-то. Посуду я там убираю. И для меня очевидно, что должен кто-то подойти и сказать, тебе помочь? Ну, потому что я бы так сделала. А это не очевидно. А это не очевидно. А он не прочитал мои мысли. Блин. А он не прочитал. Так же, как и с подарками. Они никогда не читают наших мыслей, намёков, не понимают. Это нам долбят, долбят. А мы всё верим. Не понимают. Ну, единица там один из тысячи там какой-то. Там, как я сказал, единорог редкий. И после этого его девушка такая, девочке помогало. Типа, помогло. Я дышала одним местом, и он понял. Да, я надышала. Я надышала. И все-таки побежали, блин. На машину, да, себе? Да, да, надышала. Это отдельная история, да, с счастливых женщин. Она и сессии решила, соединила эти два факта и подумала, что это работает. Вот, да. И поэтому, как бы... И что я говорила? О том, что мужчины не читают мысли. Вот, они не читают мысли. Поэтому, да, я говорю, что почему так трудно зайти, сказать, слушай, помоги, пожалуйста. Я так устала. Помоги, давай вместе уберем. Я уверена, ни один мужчина не скажет, я не хочу. Ну, не скажет он. Он может максимум, что сказать. Он говорит, слушай, ну, дай 15 минут, да? И если ты сядешь, подождешь эти 15 минут, ну, посиди ты эти 15 минут вместе с ним. Я не знаю, там, ну, что-то книжку почитать, чай себе заварить. Сделайте, но мы так не можем. Это вот наша беда, это моя беда. Я уверена, что это беда многих женщин на самом деле. Если это понять, и если вот этот момент себе научиться тормозить, то я уверена, что много счастливых пар будет. Как? Как? Вот именно. Вот. А теперь давайте разбираться. Как? Ответ. Никак. Точка. Поставьте себе напоминание на кухню распечатать, там, наклейте на шкаф. Ну, на холодильник, знаешь, не жри, а здесь вот проси. Это другая проблема. Не жри, проси. Нужно третье, что-то не хватает. Прощай. Дыши. Дыши, да. Ну, кстати, дышать тоже полезно. Любыми местами. На самом деле, перед тем, как что-то вот там прыгать, там три раза продышал, и все хорошо. Не, потому что мне поиск в гугле только помог обозначить проблему. У меня то же самое. Я, у меня есть такая слабость, я люблю компьютерные игры. Но я в них вообще вот не могу играть. Я сыграю одну игру, и все. И после этого я сижу, и просто вот я себя, ты потратила время, ты могла вот чем-то полезным заняться, и так далее. То есть у мне нет ответа. Ну вот мы, да, мы не умеем. Они умеют, поэтому, может, мы и злимся. Поэтому у нас постоянно. Они умеют, он может реально прийти, он пришел домой. Поэтому каждый раз все мы орем, когда мы орем. Ты пришел домой, ты отдыхаешь, а я пришла домой, я ды-ды-ды-ды. Кто тебя вообще просил? Резонный вопрос. Да. Ужин хорошо, но ты же, опять-таки, если бы ты попросил его помочь ужин вместе приготовить, я уверена, что он бы его готовил. Я уверена. Ну, слушайте, любой мужчина в состоянии сварить гречку, макароны, научить его точно можно. Морковочку. Режать морковочку, какую-то курицу. Слушайте, у нас, ну, правда, прекрасный там полуфабрикат на крайний случай, да, он может это все сделать. Все мужчины умеют делать, если им давать эту возможность. А если брать эту возможность на себя, то зачем ему это надо? Правильно, он пришел, ты все сделала, ты, наверное, поработала, и ребенка привезла, и отвезла, и там сейчас белье поменяла, и еще стирала, там, не знаю, постирала, собака погуляла, и вообще все хорошо. И не просишь ты ничего, там стоишь, что-то там булькаешь, а у него, правильно, как белый шум. Белый шум. И ничего, золотая женщина. И он уверен, если в таких мужчин спросить, он уверен, что все в порядке, потому что он не понимает, да, у нее там... Но он накормлен, надет, все хорошо, все читает. А это все ее какие-то там задвиги, да, она там что-то разоралась, ну, там, плохое настроение, ну, она устала, он понимает, что она устала, но понять вот этот вот момент, почему она устала, он-то, может, и поймет, но она не может понять, почему она устала, потому что она сама себя загнала в это. Это очень много женщин таких, правда, они идут с работы, я прям, у меня знакомые такие есть, она идет с работы, то есть они работают одинаковое количество часов. Это тоже важно очень понимать, и мужчине своему донести. Работают одинаковое количество часов, потом он едет домой, а она идет в магазин, и идет с пятью сумками. А почему не сделать так, что, слушай, давай так, в понедельник я заехала, а потом, ну хорошо, например, так повелось, ты уже поняла, что ты уже в этой колее, ну схитри, ну скажи один раз, слушай, я там плохо себя чувствую, не мог бы ты заехать в магазин. Но ни один мужчина нормальный, если он действительно нормальный, и он тебя любит, он не откажет, скажет, не хочу, ну тогда, извини, тогда скажи, а что ты вообще здесь делаешь? Вот. Поэтому, ну, схитри разочек. Второй. На третий похвали. Обязательно хвалить мужчину. Закрепление. Да, закрепление материала, не без этого. Как учили психологи, все. Вот. Ну, на самом деле, они все правильно учат, но мы почему-то у нас вот как это отфильтровывается. Не то. У нас остается не то. Не тот фильтр. И Меладзе на фоне такой. Да, 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 да. Самбо белого мастерика. Вот это мы запоминаем. А уж по городу психологи не запоминаем. Вот. Они на самом деле, да, если послушать, они действительно вещи хорошие говорят. Это же все доступно. По факту-то все доступно. Ну, почитайте какую-нибудь литературу по психологии, да, естественно. Да. Не, ну, мы все читаем, только, по-моему. Ну, не все читаем, понимаешь? К сожалению, не все читают, потому что половина читает, а половина ходит вот так вот на какие-то семинары, назовем, да, где вот... Женские тренинги. Где помогают, да, как бы помогают решить проблему. На самом деле, никакую проблему там не помогут тебе решить, потому что эта проблема, это ты сама, это проблема у тебя, у самой, и пока ты сама не разберешься, возможно, с помощью специалистов ничего не надо тут бояться, но не обращаться к людям, которые тебе просто лапшу на уши вешают, не помогут тебе. Это несчастные люди еще больше потом становятся, потому что эта проблема затаптывается. Кто-то тебе какой-то образ дает счастливой женщины, и к тебе на какой-то момент вот это эфемерное вот это вот... Какой-то такой, значит, буст-эффект, который действует ровно, я не знаю, там, неделю, месяц, максимум. Да, быстрый. Не бывает таких быстрых эффектов, если проблема уже глубокая. Если ты уже чувствуешь, что она есть, значит, надо решать ее, ну, как бы сама ты, если не можешь. Очевидно, раз ты обращаешься к этому, значит, ты сама не можешь, не все могут раскладывать, да, свои проблемы. Значит, иди к специалистам, к специалистам, есть специалисты. Потому что эти курсы, давайте, честно, все хотя бы разочек, ну, посматривали, хотя бы читали программу. Я один раз даже сходила. Мне даже присылают, они там периодически очень навязчивы. И я сдаюсь, я один раз сходила, и я прям помню, вот этот первый месяц ты такой ходишь, да-да-да, я могу... Я все могу, я все могу, я могу убираться, заниматься любовью, и при этом, да, как бы, улыбаться и порхать. Дышать маточкой, да, водичку пить, и все. Водичку пить, и в конце месяца ты такой просто дают портрет этой девушке, которая, типа, идеальная женщина, ты начинаешь более детально разбереть, ты понимаешь... Это биоробот, должен быть биоробот, понимаешь, это не женщина, потому что женщина нормальная, она утром просыпается, помятая, это нормально. Об этом вот надо говорить на таких вещах, это нормально, нормально иметь плохое настроение, нормально не иметь сил, это нормально, а не вот это вот, я каждое утро бодра и весела, и вот это вот... И голос такой... Да-да, это ненормально, и вот об этом надо говорить, но у нас почему-то как-то тут какая-то подмена понятия идет, я не понимаю, почему, и мы от этого страдаем. Женщины от этого страдают. Мужчины, вероятно, нет. Может быть, у них свои какие-то проблемы есть. Они, конечно, есть. Но мы не можем без них их решать. За них. Вот, да. Ну, то, что говорю, да, то, что мы сейчас забираем мужскую ответственность, вообще задачу мужскую на себя, мы сами её забираем. Это наш проблем. Я просто надеюсь, что придёт новое поколение со своей искренностью. А как оно придёт, если мы их воспитываем, уже ещё хуже воспитываем сейчас? Я боюсь, да. Мы ещё, да, ещё более залюбили этих детей, мы их залюбливаем, мы их ограждаем от всего-всего-всего. от всего-чего угодно. Ну, как бы. Девочки, маленькие девочки, ну, как вот сейчас эти подростки, да, я тоже же, у меня есть глаза, уши, я вижу, что происходит. Девочки уже с нарощенными ногтями, девочки с какими-то ресничками, вот со всеми... То есть, ну, как бы уже у девочки уже какая-то установка идёт вот на какие-то такие... На улучшайзинг. Да, улучшайзинг, успешный успех какой-то. Вот это вот всё. То есть, ну, мы сами это всё внушаем своим детям вместо каких-то очевидных простых вещей, которые почему-то никто не рассказывает. Здесь в наш подбирается совсем такая ещё другая тема. То есть, мало того, что воспитали, научили неправильно, а потом не умеем просить или ещё что-то. Ещё, ну, то есть, вот исторический. А есть же ещё и социальный пласт, да, то есть сейчас вообще не модно любая зависимость, любая зависимость. Да, да, да. Зависимость от мужчины, да, то есть это фу, или ты... Вот раньше там, я не знаю, у Толстого там, Анна Каренина, о, какая драма. А сейчас это как мувитон даже, грубо говоря. Ты страдаешь по поводу мужчины? Да, да, странная женщина, ещё там куда-то там, да, фу-фу. Электричку возьми. То есть, идея в том, что любая зависимость сейчас стигматизируется. То есть, у тебя есть любовная зависимость, иди лечи. Иди лечи, рационализируй её, да, то есть разбери её. Ну да, многие психологи даже говорят, типа, там, если что-то не нравится в каком-то отношении, уходи. Сразу, сразу. Да, не надо решать эту проблему, уходи. В смысле, уходи. Не бывает, да, два человека не бывает без проблем. Это два разных человека, абсолютно два разных, в разных среде выросшие. Нет, просто если ты не решаешь проблему, да, если ты послушаешь психолога, у тебя случилась какая-то там проблема, вы не поняли друг с другом, друг друга с мужчиной, и ты такой уходишь, приходишь к новому мужчине, у тебя случается всё то же самое. И будет всё равно проблемы, да, проблемы будут с любым мужчиной. Тогда просто надо быть готовым. Нет, ты можешь выбрать эту модель поведения, уходить, да, чуть-чуть мне не нравилось, я не собираюсь себя ломать, я такая вот, ха, ухожу. Но тогда надо быть готовой к тому, что ты останешься однажды одна, потому что пока тебе 20, 30, ты такая вся, извините, fuckable, я не могу, можно это слово сказать? Можно. Вот. Вот. А, ну, когда-то это меняется, то есть приходят какие-то, ну, допустим, лет там в 50-60 всё равно, давайте, ну, не будем друг друга обманывать, да, всё равно, но когда-то ты останешься одна, потому что мужчина, например, в 70 лет вряд ли будет с тобой заново знакомиться и хотеть под тебя подстраиваться. Он точно так же захочет горячий борщ, уютный дом, спокойная женщина, а ты тут такая вся в перьях, там, мадам Броскина. Если что, готова выходить. Да, да, если что, типа, вот там дверь. Ну, и он пойдёт, он как бы, он найдёт ту женщину, которая готова где-то, не обязательно, то есть это не очень такое, чтобы тут сейчас, а, накрыть, а не только женщина, то есть это должен вот такой пазм складываться, эта пара всегда должна друг под друга подстраиваться, это должен быть компромисс с двух сторон, но не только с одной стороны. Поэтому вот это вот про зависимость, это, наверное, где-то вот мы поменяли вот это, подменили, да, это понятие, вот эту зависимость, то есть нельзя только всегда подстраиваться под мужчину, потому что таких женщин я тоже знаю, которые... Знаете, есть хороший очень фильм Джулия Робертс играет, сбежавшая невеста, по-моему, называется. Да, да, да. Там есть интересный очень фрагмент, когда она там убегает пятый-десятый раз, и, по-моему, Ричард Гирт, ну, сейчас могу соврать, уже давно не смотрела, он её заставляет есть в ресторане, заказать разные яйца и есть яйца, потому что у неё был такой момент, она ела, ну, например, с одним мужчиной встречалась, она любила омлет, потому что он любил омлет. С вторым мужчиной он любил пашот, она любила пашот, и он её, по-моему, он её там заставляет, говорит, а какие яйца ты любишь ты? И она не может на этот вопрос ответить, потому что она подстраивается под мужчину. Такие у меня тоже знакомые были, она встречалась с одним мужчиной, например, да, он любит футбол, она безумная болельщица бутбола. Обожаю! Потом с другим мужчиной, ну, например, он хоккей любит, мотоцикл, и она всё это искренне прямо любит. А что любит она? Она, ну, если задать вопрос, вот я уверена, что она не знает. Поэтому вот, наверное, вот это вот изначально имелось в виду, что вот такое растворение в человеке, неважно, мужчина растворится в женщине или женщина в мужчине, вот это, наверное, надо всё-таки быть как-то самодостаточным, да, потому что рано или поздно случается такая проблема, что когда-то может быть кто-то уйдёт, в смысле уйдёт, покинет, да, этот мир раньше, и тогда что? Ты останешься один? И кто ты вообще? Да, и кто ты? У тебя не останется друзей, у тебя нет смысла жизни, вот эти люди потом очень потеряны, им очень трудно найти потом вообще себя, не смысл жизни, а себя, потому что они всю жизнь жили ради и в этом человеке, да. Вот про это, наверное, говорится. А мы почему-то этот момент исказили и превращаем это всё в какой-то другой фарс какой-то. Поэтому, опять-таки, зависит, что значит зависит, например, смотреть? Ведь мы зависим, это мужчина, ты говоришь, да, мы там всё это рассматриваем. Не обязательно от него зависеть финансово. То есть ты хочешь быть самостоятельной, ну вот, например, я хочу быть самостоятельной финансово. Для меня это важно. Это не значит, что я хочу и за машину, и за квартиру, я хочу полностью... Нет, я просто и хочу иметь возможность, если мне что-то не нравится... Пойти и купить. Давай, честно, я хочу... Или мне, ну, то есть ты остаёшься, как бы, сохраняешь со собой возможность всегда у тебя. Не надо убегать, но у тебя есть эта возможность, она даёт тебе тоже немножко, как бы, силы и позиции. Ну, для кого-то это важно, да. Для кого-то это важно, да. Для кого-то важно просто иметь свою копеечку. Слушайте, давайте честно, если женщина полностью вообще не работает, даже элементарно, ему подарок, ты на какие деньги будешь покупать? У него же дорогой, а можно я его тебе возьму с карточки, а тебе завтра подарок куплю на день рождения? Ну, это странно. Поэтому, ну вот, то есть вот такую небольшую финансовую возможность, это нормально, это никак не умаляет ни мужчину в его мужественности, да, ни женщину. Но когда это превращается действительно уже в то, что женщина, я сама, я всё сама, я работать могу сама, я могу лампочку вкрутить сама, я там ребёнка вообще сама, я всё сама, 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 ну да, а потом задаётся вопрос, а правильно, а он зачем? А он декоративная подушка, ну, в итоге складывается. И ему хорошо, ему очень комфортно от этого, потому что рано или поздно, он может где-то сначала сопротивлялся, она не заметила, ну, то есть она подавила, где-то он решил не спорить, мужчины, на самом деле, очень такие в этом плане гибкие, мы не замечаем, они очень гибкие, они очень часто, ой, зачем я буду спорить, я промолчу, и нам просто этого не всегда видится. Нам это не дано. Да, поэтому они очень часто под нас, не то, чтобы это неправильное слово, они подстраиваются, но вот идут на компромисс, они где-то не, он понимает, что сейчас, зачем я это скажу, сейчас будет опять орать, зачем это надо, я лучше промолчу. И это, ну, он не говорит очень часто своё мнение, только чтобы не вызывать скандалы, это очень часто, мужчины, мы не замечаем этого почему-то, мы этого не, мы это не ценим. Скажите, а только я вижу, Вика, вот ты видишь динамику именно между поколениями, да, потому что тут разные поколения, и вот мне кажется, это ответ на то, что предыдущие поколения. Плохенькие дослюбецы, или как там, я уже не помню. Да, да, с миром, ваше, да. Да, 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 то есть они настолько всегда подгибались, и мы, как дети этих родителей, мы это всё наелись, насмотрелись, что мы в ужасе, мы такие, боже, теперь вот даже где надо просто найти какой-то спокойный компромисс, мы взрываемся, мы хлопаем форточками, дверьми, там все возможно. Это возможно отсюда. Да, и мы такие, сразу мы уходим, потому что нам, что мы впадём в какую-то вот эту зависимость, и с нами будут так же плохо обращаться, как мы видели с предыдущим поколением. Да, а бабушка там терпела, да, дедушку, который, например, да, да, он был тиран, а бабушка терпела. У всех же такая бабушка, по-моему, да, была? Это модель, это очень частая модель поведения, к сожалению, была. Ну, да, видимо, как-то и, ну, развод был не в фаворе, время было тяжёлое, потому что, наверное, взрывались до свободы. Да, но мы ещё сейчас все такие очень осознанные, знаешь, все такие прокачанные. Раньше не было такого. У нас наши бабушки, они, ну, скажем прямо, они неосознанные, не прокачанные. Бабушки в тендере не было. Да, у них была единственная задача в этой жизни выжить и прокормить своих детей, чтобы они были одеты зимой, тепло, и не заболели, и не умерли. Это правда, да. А у нас, когда наши все базовые потребности покрыты, у нас начинается вот это, чего я в этой жизни стою, зависим я, независим, начинается вот эта стадия осознанности. Правильно, да, поиск каких-то новых, каких-то об себе вот этих возможностей. А у нас начинаются вот эти всякие штуки. Обуляния. Непонятно. Потому что как будто бы больше, все основные потребности у нас закрыты. То, чего не было, например, у наших бабушек, поэтому у бабушки не было возможности пойти и искать себе нового дедушку. Ну, это исторически тоже там есть какие-то определённые, да, исторические события, которые на это накладывались, это понятно. Ну, и там и бабушки, честно, мужчин, сколько там, например, после войны, сколько мужчин полегло, женщины поднимали страну, потому что мужчин не было, их истребили, их не было. Поэтому тоже, да, женщинам было не до прокрачивания, им не было до того, чтобы они там смотрели, сколько у них там на животе жира, да, и вакуумом дышать. Да, поэтому это было исторически другое. Родители, ну, например, вот поколение родителей моих, это уже поколение, вот выросшее вот у этих бабушек, да, это более, немножко другое поколение, более таких сильных каких-то вот таких вот советских вот этих людей. А потом что-то пошло не так. Ну, то есть хочется сделать какой-то вывод, что, мне кажется, предыдущее поколение, оно не право, но, что оно не право, оно, у него не было другой возможности. Оно было в других условиях поставлено. Оно было, там не было и условия там про любовь, там было выживание. А наше поколение, ну, или там, наше общее, скажем, примерно 2-3 поколения. Ну, давай честно, у того поколения, чтобы так тоже понимать, у них идеалы были другие, были другие идеалы. Да, еще и общественная, романтическая любовь. Да, мы можем скачать Тиндер, если тебе не понравился твой мужчина, ты открываешь Тиндер, налистала там, пошла на свидание. У бабушки не было возможности скачать Тиндер, во-первых, а во-вторых, не было принято такого. Да, и на свидание там тоже не ходили по 50 раз, то есть, как правило, там какой-нибудь Коленька, с которым она познакомилась еще где-нибудь там в школе, да. Ну, то есть это, ну, это совсем другое поколение, другие идеалы, другие вообще какие-то ценности они принимали. Мы это все растеряли в какой-то момент, потому что у нас поколение уже полностью в комфорте, вот эта вот зона комфорта, мы все в нее зашли, никто из нее не хочет, да, там нам зачем нам выходить. И вот мы в этом комфорте сидим, толкаемся, там нам тесно уже, мы задыхаемся, но упорно мы там сидим, понимаешь? У нас отношения стали как бизнес, как капиталистические отношения, да, то есть мне с тобой становится невыгодно, и я сразу ухожу, сразу же. Да, я не хочу решать эту проблему, зачем это решать проблему, зачем как-то сесть вот так за столом поговорить, да, что мне в тебе не устраивает, а может быть и его, удивишься, знаешь, на самом деле, мы уже много чего не ухаживаем. На самом деле, модель поведения какая? Женщина все время что-то выговаривает, 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 мужчина обычно молчит. Молчит, кстати, да. Ну, иногда он там что-то отплевывается, да, иногда. А потом такой, ну ладно. Вот, да, и уходит, потому что задушила. Вот, а если у него спросить, на самом деле, я уверена, вот даже ради интереса прийти, спросить, а что, ну, что не устраивает тебя? Я уверена, что каждый мужчина, он, конечно, не будет говорить. Он для своего спокойствия ничего не скажет. Да, именно, именно, и об этом и говорю, что они очень часто не говорят, а мы же все время почему-то высказываем, вот и такое-то-то-то-то-то-то-то. Кстати, верное замечание. А они никогда не говорят, они все время все держат, ну, может быть, какие-то там редкие какие-то персонажи есть, я не знаю, но мне такие неизвестны. Вот они в основном молчат. Поэтому это, во-первых, тоже на них как-то плохо это гнетет, гнетет, может, он тоже хочет высказаться. Но он знает, что если он выскажется, вот, как ты говоришь, шел вон, а у него семья, он не очень хочет, его все устраивает, его как бы все устраивает, он не воспринимает вот эти вот, ну, какие-то негативные маленькие нюансы, назовем так, это не хочу там какими-то там другими словами это называть, он не воспринимает это как проблему. Он не так критически. Да, не так критически. А мы же как? Вот ты там, там, это не помогаешь, там плохо зарабатываешь, ты там, да, и вообще ты свинья. Вот. И все, для нас это прям в какой-то момент взрывается, и вот, да, и правильно так говоришь, и мы уходим там. Да, да. А мужчины как-то по-другому. Ну, есть такие мужчины, конечно, тоже уходят, но значит, тоже накипело, тоже где-то накипело. Ну, что ты ему накипело. Тоже, где-то, да, где-то тоже, где-то, может быть, тоже в какой-то момент не сказал, ты не спросила, ты не увидела. То есть это всегда, ну, когда пара распадается, всегда есть две причины. Не всегда один такой сякой виноват. Оба. Оба. Всегда виноваты оба в чем-то, всегда, ну, где-то, какая-то разная. Кто-то борщ невкусный, а для него важен борщ, а ты не варишь. Кто-то там, не знаю, ноги не бреет, а для него это важно. Опять-таки, вы никогда об этом не говорили, а он тебе не говорил, чтобы не вызывать какую-то агрессию. Может быть, один раз он там намекнул. Ну, там, кисуля, не хочешь ли ты побрить на свои ножки? А она там, например, там психоноила. Ну, она орала на него, хлопнула дверь, и он такой, ладно, хорошо, в следующий раз мы не будем это говорить. Да, мы не будем шелковый платок по твоим ногам проводить. Будем есть оттуда сливки просто так, ножками. Фиг с тобой. Колготки надела, порвались, да? Вот, да, поэтому... Ну, это, конечно, если... Погодки. Пятьдесят дэн, кисуля. Тонко набикнул, принес тысячу дэн. Да, ну, уж наверняка. Это такая, кажется, что-то не то. Вот, да, поэтому... Ну, это, конечно, если так шутить, но, на самом деле, наверное, где-то вот если обиду свою где-то затопить и немножко отмотать назад, я уверена, что каждый из нас найдет этот момент, когда что-то пошло не так, но просто не каждый... Ну, не каждый, почти никто не хочет признаваться в том, что вот здесь я была не права, и, наверное, если бы... Ну, например, я бы повела себя по-другому, ну, может быть, пошло бы по-другому. Мы же обижаемся, мы же агрессируем, мы же сразу там вот опять... Там чемодан, вокзал и все такое. Поэтому вот... Мудрости не хватает, не хватает мудрости. Вот мудрости, кто научит мудрости? Никто, никто ни на каких ретритах не учит. Мне кажется, примеров-то как бы особенно хороших-то у нас и нет. Вот хочется из этого всего сделать какой-то вывод. Да, предыдущее поколение слишком много сильно зависело. Мне вот, вот лично мне, вот эта тенденция, которая сейчас, вот супернезависимость, она мне не нравится тоже. Я хочу где-то серединочку. Да. Как-то найти серединочку. Я вот вечно вот как кто-то, как-то рыбка. Да, да, да. То есть туда, туда, и с вами, и с нами. Я к умным, красивым. То есть такое хочется какой-то, чтобы и можно было зависеть от партнера, да, и не пугаться этого слова, зависеть. Да, я могу зависеть. Я могу зависеть от партнера, в плане, я готова признать, что если человек уйдет, мне будет грустно. Или мне нравится опираться на него, там, может быть, как-то финансово, там, или еще что-то. Но при этом, да, действительно, вот не растворяться полностью и иметь вот эту возможность, если что, ну, встала и пошла из этой серии. То есть где бы нам эту золотую середину бы встретить? Ну, в принципе, она у тебя и есть, если ты достаточно, как это сказать, прокачанная. Развитая личность, ну, смешно звучит. Ужасно прокачанная. Ужасно как машина. Наверное. Ну, я имею в виду, если ты как личность достаточно развитая, я имею в виду, образованная, начитанная, у тебя достаточно широкий кругозор, там, чем-то увлекаешься, при этом у тебя есть работа, в принципе, ты уже находишься в золотой середине, потому что ты можешь себе позволить, в принципе, зависеть от своего партнера, но если твой партнер от тебя, нельзя сказать, уйдет, но если по какой-то причине вы разойдетесь, то ты сама у себя остаешься, потому что у тебя есть работа, которая тебе нравится. Круг общения. Круг общения, твои друзья, которые тебя поддержат, твои хобби, на которые ты можешь отвлечься. Хобби не полезны, не обязательно, чтобы они были полезными, просто пометка. Я не знаю, там музыка, рисование. Ну и чтобы бог с ним, даже если бы они были полезны, главное, чтобы они приносили удовольствие. Ну просто женщины иногда путят, это просто. Ну вот мы часто, да, у нас... В целом, да, если у тебя есть вот это всё, ты уже находишься, по сути, в золотой середине. Не в золотой середине находятся те, которые либо не имеют хорошей работы или какой-то, не знаю, любимой работы. Теперь смотри, как это звучит. Я сейчас слушала, абстрагирую, смотри, как это звучит. Женщина опять должна найти работу, найти друзей, найти хобби, при этом воспитать ребёнка. Хорошо выглядеть опять. Мы что-то там должны. Вот так это звучит со стороны, на самом деле. Может быть, в этом и есть проблема, что расслабиться просто, может быть, нам всем надо. Нашему поколению надо больше. То есть предыдущее поколение было слишком зависимо. Если бы я давала какую-то общую, не хочу давать никому советы, но такую идею для самой себе. Подытожим. Да, подытожим, да. Я бы сказала, разрешите себе иногда зависеть, разрешите себе попросить помощи. Нет в этом ничего постыдного. Отдохни. Ну вот мне подруга это сказала, да. Да, мне подруга сказала, она мне однажды сказала, она говорит, Лена, ну это не стыдно прийти и попросить. А у меня тоже в какой-то момент этот комплекс прийти попросить денег у мужа. Ну не то, чтобы денег там дать денег, но просто там деньги, например, на туфли. Вот я понимаю, что я хочу их купить, но я не хочу их покупать за свои деньги. Ну неважно. Может быть, у меня какие-то... Неважно, по крайней причине. У меня тоже есть эта потребность покупать туфли, но не на мои деньги. Вот, нет, ну хочешь, например, ты не можешь себе позволить на свою зарплату, например, да, или у тебя какие-то были другие траты, а ты вот хочешь сейчас... Ну, например, я такую картинку вот сейчас нарисовала, и почему-то очень, ну я не умею просить, правда, я вот никогда не умела вот это вот прийти... Это для меня как-то унизительно, и это проблема, потому что, говорю, что вот у меня подруга всё время говорит, она говорит, Лен, ну это не стыдно, ты же не у тебя у дяди это просишь. Нормально прийти, я знаю, что если я приду и скажу, никто, ну как бы, если, конечно, в пределах разумного, не звезду-то у меня купи, да, вот, мне никто не откажет, или если там что-то скажет, слушай, давай-то о следующем месяце, да, если это какая-то там покупка не запланирована. Ну почему-то это так трудно прийти попросить. Я вот буду, я на пятую работу устроюсь, я буду пахать, понимаешь, но не попрошу. Почему, я не знаю. Вот, наверное, вот все те причины, которые были сверху в разговоре, грубо говоря, вот они все вместе, в общем, это, давайте дышать чем-то и учиться просить, потому что, ну всё, я не знаю, у меня как бы, у меня всё на этом. Дорогие девушки, пожалуйста, отстаньте от себя. Да, я мужчина своих. Отстаньте мужчины от своих, кто не умоет посуду так, как умеют. А мужчины, для вас лайфхак, хотите, чтобы ваша жизнь стала лучше, просто подойдите сейчас к своей девушке. Дайте ей молча деньги там на маникюр и посмотрите на её лицо. Мне кажется, у неё просто эррор будет. Да, вот, кстати, да, если, действительно, ну, редко же кто, редко кто из мужчин приходит ему в голову. Слушай, да, ну, просто вот утром. Просто на стол, на стол. На самом деле, то есть, а мы всё ждём, что он догадается, вот это наше вечное бабское, догадается. Да, ну, не догадается, ну, не догадается. Дайте мужчине шанс, попросите. Да, не знаками, а вербально. Ртом. Ртом. Чтобы это не значило. И на этом закончим. На этом все. Ой, слушайте. Сейчас пролетел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова